Я сейчас в течение нескольких минут доказывал, что люди, которые предпочитают кофе и чай, это влечи разного психотипа. Но если я вот ошибался и зря потратил эти несколько минут, мне будет проще не пить. А вот мне кажется, как люди пьют тот же чай или тот же кофе. Можно чай налить, быстренько выпить и побежать. А можно посидеть на чайную церемонию, так же, как и кофе. Можно посидеть, поговорить с кофе, а можно побежать. Здравствуйте, я рада вас слышать. Дело в том, что чай и кофе это оба напитка, которые содержат в себе кофеин в любом случае. Просто чаевники, они, ну, не слишком легки на подъем. Они, скорее всего, интроверты. Опять же, это условности не всегда так. Ну, в общем, да. И, как показали современные исследования, интроверты больше предпочитают именно чай. То есть, они такие уютные, немного медлительные люди, которые долго решаются на какой-то отчаянный шаг. Ну, и в конце концов, люди могут даже этот шаг и не совершить. То есть, любители чая это такие хорошие свои люди, такие друзья, на которых можно положиться. А любители... Особенно, да. А любители кофе это, скорее всего, экстраверты. Это такие целеустремленные люди, потенциальные, с таким, знаете, решительным характером. И, как правило, они публичные, они умеют хорошо разговаривать, договариваться. Иногда, ну, такие прям трудоголики. Ну, то есть, эти люди, в которых больше потенциала, больше энергии, плюс, когда они пьют кофе, это их еще больше заряжает, дает им сил. Ну, и такое, знаете, ну, такая характеристика небольшая, своеобразный символ успеха. То есть, если он пьет кофе, он, ну, такой вот прям успешный, целеустремленный, страстный. А может быть, нам вот это все навязали маркетологи, как вы думаете? То есть, человек должен пить кофе, вот так вот нам однажды сказали, и такие все пошли, чтобы у нами кофе с тобой брать. Вот вы знаете, я могу сказать по своему личному опыту, у меня супруг и мама кофейники, наоборот, а я вот чаевница. Вот видите, они очень спокойные. Они прям, мама у меня вообще как одуванчик. Она такая всегда пребывает в дзене, и она всегда пьет кофе, понимаете? Вы понимаете, что здесь первично, может быть, чай не при чем, может быть, просто человек такой приятный. Ну вот, поэтому я и хочу сказать, что нельзя так строго классифицировать, что вот кто пьет чай. А я обожаю чай, я могу стаканов 8 в день выпить, я очень люблю чай. Но я прям вообще движение, сила, там, я все вперед, локомотив, понимаете? То есть, это, ну, такая классификация. Да, это действительно все очень... Относительное, да, 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 да. Ну, а, смотрите, Наиля, все спрашивают, вот придет ко мне Лена в гости, да, а я ей скажу, ты будешь пить и чай, или кофе? А почему-то никому в голову не придет спросить, ты будешь компот или молоко? Почему сложилась именно вот такая, как вы думаете? Это больше, конечно, к историку, но социальных символов наверняка тоже знает, почему сложилась именно такая культура. Ну, дело в том, что любые горячие напитки, они все-таки расслабляют. У нас по крови идет горячая вот эта вода, и она способствует более легкому общению. Потому что компот или молоко, это прохладительные напитки, и не всегда они стимулируют вот такую открытость в отношениях, коммуникации хорошие, да. Поэтому чай, кофе, ну, это испокон веков такие традиции. Потом чай бывает же и зеленый, и черный. Зеленый он более расслабляющий, черный он все-таки более стимулирующий. В этом случае тоже, если беседа, допустим, активная, то можно предложить черный чай или черный кофе. А если беседа такая расслабляющая, то зеленый напиток тоже подойдет. Наиля, скажите, пожалуйста, вот совершенно недавно появились вот такие вот кофейные, которые дают кофе на вынос. Ну, как недавно, как десятилетия, да, десятилетия. До этого такого не было. Вы думаете, это связано с изменением нашего ритма жизни, психологии? Почему стали пить кофе на ходу, а не в кофейне, вот как вы говорите, пообщаться с людьми, с другими? Ну, говорят, что мода такая вот из Соединенных Штатов, пришла и вообще с запада просто. Ну, вообще кофе это очень тонизирующий напиток. Если человек с утра торопится на работу, и он не успевает сесть, помедитировать с этим кофе, конечно, ему удобнее взять этот кофе на ходу, просто для того, чтобы привести себя в чувство. Например, мой супруг, он уходит на работу в 6 утра, и ему очень важно выпить вот этот кофе. И этот кофе вроде приводит его в чувство, хотя мне это не очень понятно. И если человек не успевает... Похоже на... Нет, он у меня в строительстве. Ну вот, да. Теперь тоже всё понятно. Наиля, знаете, вы подняли нам настроение с Еленой, и нашим слушателям, я надеюсь, тоже. Я думаю, что вот, знаете, неважно пить там чай или кофе, главное оставаться позитивным человеком, как наша собеседница, социальный психолог Нейла Бира, которая сейчас была на прямой связи с... Большое спасибо, до свидания. Всё, Дашенька, спасибо, до свидания. Вот так происходят съёмки на радио. Ну, съёмки, не знаю, это я была в прямом эфире, поняли, радио России.